И первым на эту сцену выйдет участник из категории до 25 лет. Это подопечный Игоря Николаева. Игорь, кто из ваших подопечных сейчас выйдет на эту сцену? Ну, жребий выпал на Алексея Мехрякова. Я думаю, что это будет отличное начало сегодняшнего концерта. Песня «Я не могу без тебя». А у неё печальные глаза Так она себя и не нашла В нём есть талант. И талант ещё и сочинителя. Эта песня «Печальные глаза» сразу стала хитом, даже когда она нигде не звучала, просто так в нашей аудитории. И всё. Всё. По характеру закрытый, необщительный. Редко кого пускаю в душу к себе. Ну, раскрываюсь со временем. На сцене я вообще всегда открытый. Наглый. Я особо не лезу там в камеру, не люблю вот этого всего. Новый этап в моей жизни, новый шанс проявить себя, показаться, понимаете? Людям показать, что ещё не перевелись в Руси, понимаете? Таланты. Вот так. Алексей Михриков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вниз по небесной лестнице, обернувшись облаком, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты посадила деревце, я его от холода еле уберем. Я за нелюбовь тебя простил давно, ты же за любовь меня прости. Я не могу без тебя, я не могу без тебя, видишь, куда ни беги, все повторится опять. Я не могу без тебя, я не могу без тебя, жить нелюбви вопреки, я в любви умираю. Я хотела бы Игоря поздравить с тем, что он среди многотысячных очередей выбрал человека талантливого. Несомненно, мне очень нравится густой голос, мне очень нравятся взрослые ощущения, внутренние ощущения подачи, подача голосовая взрослая. Мне не хватает вот этого мужского начала еще и внешне, наверное, в подаче, скорее всего, актерские. Но я думаю, что вы для этого и пришли на проект. Да, крепко, да, здорово, да, отлично. Я помню прекрасно, как этот замечательный артист проходил кастинг, и я помню, за что его взяли. За его самобытность, очень яркую и самобытную манеру исполнения и собственное лицо. А сейчас это лицо, оно немножко за таким мощным хитом, оно куда-то вот, оно исчезло. То есть я услышал хорошее, добротное, чувственное исполнение песни, но тебя за этой песней я сейчас фактически уже не увидел. Я очень счастлив, что вот этот экзамен публика, жюри Алла Борисовна, все это тебя почти не смутило. Это было здорово, без волнения, и ты справился с этим. Хотя я знаю, как тебе было нереально сложно быть первым. Молодец. Ну, я согласна с Романом, такой хит, конечно, может подавить, но, тем не менее, это не была пародия на Меладзе. Я услышала абсолютно индивидуальный тембр, отличную подачу, и надо учесть, что первый раз вышел на сцену «Фактор А», да еще первым номером. Ну, я приятно удивлена. Спасибо большое. Спасибо. Так, 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 вот нам и Алексей Мехаряков. Кажется, мужчинам придется подвинуться на эстраде. Уже вот соседство новых звезд практически. Алексей, сейчас твоя фамилия прозвучала на всю страну. У меня небольшое обращение к уважаемым членам жюри, к Алле Борисовне, конечно, к нашим уважаемым наставникам, и ко всем зрителям и телезрителям, мне хотелось бы поменять мою фамилию на творческий псевдоним Алексей Сулейма. Псевдоним — это другая судьба. Над ним надо очень серьезно подумать. Сейчас не бросайся этим. Я давно уже это обдумал, правда. Я мне дал обещание, просто у нас в Барнауле есть район, который называется Сулейма. Я понял. Я там жил, на этом районе, и я всем обещал, друзьям, то, что обязательно буду Алексеем Сулеймановым. Обещание надо выполнять, хорошо? Спасибо большое.